В годы войны из самой обыкновенной школы Сормовского района Нижнего Новгорода, как и из любой другой, на фронт мечтали бежать мальчишки. Защищать родину уходили и учителя. Думал ли тогда Михаил Ефимович Голованов, что в спортивном зале школы, где он преподавал физику, химию и биологию, он получит медаль 70-летия победы в Великой Отечественной войне. Домой приехал я 6 января. Отец устроил встречу с товарищами, в колхозе они работали. Были веселые, жизненные, радостные. Многие плакали, я ими слезы проливал. Я был крепкий. А сейчас поют, сообщают тревожные песни, а я плачу. И говорим, мирные люди, сидим на верблюде. Ждать мужа и продолжать преподавать детям в тылу осталась его супруга Анастасия Ильинична. В школе я, конечно, пользовалась уважением. Дети меня уважали очень. Я их и не ругала, а иногда поглажу по головочке. А это им очень нравилось. Медаль 70-летия победы в Великой Отечественной войне – особая награда. Она не одноцветная, как все медали. Похожа на орден. В центре красная звезда на серебристом фоне. Это награда и для фронтовиков, и для тружеников тыла. Война повлияла на каждую судьбу. Не все ветераны президентские награды получают лично. Здоровье уже не то. В зале дети или даже внуки героев, которые сражались за мир. Мы сегодня тысячный раз, наверное, говорим слова благодарности ветеранов. Но слова эти не становятся банальными, потому что говорим совершенно искренне. Огромное им спасибо за то, что они спасли страну, за то, что они сохранили мир. И сегодня, когда мы видим войну не только в хронике 75-летней давности, а в информационных сюжетах сопредельного государства, вот ценность этой победы, ценность сохранения мира, она особенно ощущается. В 116-й школе вообще как-то по-особому удалось сохранить уважение и любовь к тем, кто воевал далеко от Нижнего Новгорода – за Белоруссию, Украину и Прибалтику. У нас было очень большое желание выступить на таком концерте. Не каждый день такое увидишь и не каждый раз повыступаешь. Не каждый раз можешь поздравить великих людей, действительно великих людей. Мне прям в душе что-то такое играет, прям ну как-то хорошо. Мне тоже нравится, потому что наши ветераны победили немцев и защитили нашу страну. В честь юбилея Победы изготовили более трех миллионов президентских наград. В Кремле, в школе или в сельской администрации каждая обязательно дойдет до своего героя. Алифтина Батурина, Анастасия Рябова, Ренат Бекбаев, Объективное НТВ.